Ну что, девочки, меня сегодня, кстати, колбасит. Колбасит, ну в каком смысле? В хорошем смысле. Скоро у нас полнолуние, причём вот перед полнолунием я начинаю чувствовать вот эту, знаете, тревогу. Я так думаю, что, девочки, когда я ваши комментарии вот читаю, да, я от них набираюсь тоже определённой энергетики. И поэтому я специально для вас, хотя уже давным-давно не делала онлайн, но сейчас мы сделаем с вами чистку. Она просто с меня просто прёт, вот эта вот чистка от негатива именно перед полнолунием. И прям сегодня, девочки, да, на растущую луну мы будем с вами чиститься от того, что грядёт, девочки. А грядёт с 13 на 14, как говорится, будет такое тяжёлое очень полнолуние. Поэтому, девочки, сейчас мы будем чистить ваш негатив перед вами. Перед вами четыре карты, мои дорогие. Это все я повыбирала пиковые. Они большие, они специально у меня вот для такой вот работы. Я их не буду переворачивать, потом переверну, да. Именно четыре, потому что мы с вами всё время на четыре варианта гадаем. И четыре дамы, четыре стихии. Вы все выбираете свою стихию. Как её выбирать, девочки? Тыком, да. Самотыком, девочки, мы тыкаем в нашу с вами карту. Это я вас пытаюсь так рассмешить сейчас, да. Но тут есть... Это будет некрочистка. И всё я, девочки, вам показывать не буду, потому что это реально и в видео не влезет этот раз. Во-вторых, мне либо камеру держать, либо дела делать. Так вот, мне потом надо будет с солью и с землёй кое-что доделать. А сейчас мы с вами будем показывать в основном вот эту вот диагностику делать. И я буду вам говорить, что на вас, вот это что грядёт. Потому что полнолуние, оно всё время влияет. Новолуние тоже. И чистки надо делать и на полнолуние, перед полнолунием, да. Либо на новолуние, само, девочки. В зависимости от того, что и где. И если вы уже зашли, если вы собрались со мной сейчас чиститься от негатива, милости просим, мои дорогие. Сейчас будем реально с вами чиститься. Но я, так как я не всегда добренькая, девочки, это у нас будет с обраткой. Но не вам, конечно же, не вам. А будет с обраткой тому человеку, который это делает. Потому что все чистки, негативные чистки, это снятие вот эти... Знаете, не хочется говорить вот этими такими простыми словами. Чистка негатива, нанесённого вам. Это от ударов, девочки. Это будет от мощных сейчас ударов на вас. Хорошо, если никаких ударов на вас нету. Но мы сейчас на грядущие удары на полнолуние делаем заранее, за несколько дней до полнолуния, чтобы жизнь маслом кое-кому не казалась. И если у вас есть враги, сейчас мы будем делать всё, чтобы они получили. Так что смотрим, мои дорогие. Выбирайте карту. Первый, второй, третий, четвёртый вариант. Это будет... Я вам даже скажу, какую вы карту выбрали, какую пику вы выбрали, да, к чему у вас тянуло. И мы притягиваем не ваше прошлое, мы притягиваем будущее, девочки. То, что будет на полнолуние, либо после полнолуния, для того, чтобы это ликвидировать. Ликвидировать вот это, знаете, говно, мягко говоря, которое идёт. Ну что, давайте смотреть. Либо у вас вообще всё будет хорошо, либо вообще по минимуму пройдётся. Даже если, девочки, вот в полнолуние, либо после, в три дня после полнолуния у вас вот что-то будет не получаться, какие-то косяки и всё остальное, всё равно радуйтесь. Потому что если у вас ничего не будет происходить, значит, в принципе, на вас ничего такого тяжёлого никто и не ложил, и не будет ложить. Если у вас будут какие-то косячки, запоминайте их и ждите, потому что вот этот косячок в сто раз больше вернётся той падле, которая это вам делала. Ну что, выбирайте. Мы будем это делать вот такой вот моей красивой свечкой. Я её использую, но так как я её берегу, да, я её задуваю, девочки, полностью до конца. Не даю ей прогореть. Это с трёх частей она состоит. У меня, знаете, аж руки чешутся. И вот такая вот свечка тоже есть. Это специальная свечка, которую мне привезли с далёкой-далёкой страны. Это свечка с монастыря с мощным, я бы сказала, горным таким запахом, эгрегором, сделанная вручную. И поехали, мои дорогие. Мы сейчас будем смотреть, что где. Первый, второй, третий, четвёртый вариант. С обраточкой, котики. Не бойтесь, вам ничего за этого не будет, потому что я никогда не делаю такого, чтобы, например, возвращалась вам. Да, я всегда защищаю. Это онлайн-ритуал, да. Тут, если я делаю что-то сложное, то это в основном только индивидуально. А сейчас мы просто чистимся, мои дорогие. Это такое, знаете, будет душ. Душ для души. Ну что, смотрим. Первый вариант. Ой, вы выбрали девятку пиковую. Девятка пиковая, девочки, это магия. Вы, если могли заметить, я тут уже на все карты нанесла перевёрнутую пентаграмму для того, чтобы это было с обраткой. Это магия. И лечить мы вас будем, девочки, от магии. Реально. Это стопроцентная магия. Девятка пика. Это магия. А сейчас посмотрим, кому это будет передаваться, мои дорогие. Просто вы можете никого здесь не загадывать. Только вы со мной вместе. А сейчас повторите, желательно вслух. Обратиться, слово идёт. Это значит, знаете, что-то такое. Обратиться. Пусть всё тебе вернётся. Что бы ты сейчас ни делала, пусть вся твоя магия против тебя и пойдёт. Да, девочки, это магия против вас по-любому. О, смотрите, как ещё загорелась, да. В принципе, ничего не делала, а она пошла и загорелась. Вот видите, мы, когда чистились, да, я перевернула свечку, и вот это вот говно упало на того, кто вам желает зла, мои дорогие. Ну что, сама и получишь. Это по-любому будет до конца обратка. Как не хочет ещё, падла, да? Девочки, стопроцентная магия. На вас кто-то либо вот эти вот в три дня сделает, да, либо до полнолуния. Именно для того, чтобы вы страдали от полнолуния, именно на магию. Вот этот даже кусочек свечи, что откололся, что вы видели, была против вас конкретная магия. Причём я вам скажу, что это мне вот от этого воска, да, от какой-то вот плодородной женщины, которая у неё низ хорошо работает. Это может быть даже какая-то, знаете, женщина лёгкого поведения. Обратите внимание, то есть у неё вот этот вот низ, ниже пупа, да, у неё либо это большая попа, чёрная даже какая-то, я не знаю, могу ли я вам описывать, как выглядит её лобок, да, но вот что-то в этом роде. То есть она рожала, может, делала аборты ещё, да, и это с чернотой. Может, она носит чёрную юбку, да, вот что-то такое чёрное выпало. И смотрите, как легко затушилась эта ерунда. Да уж, неприятненько мне сейчас было. Ну что, девочки, вот у меня тут ещё есть вот такая вот мисочка, тут соль и вода, потому что мне это пригодится до конца доделать. Пусть она там отмокает. Вот так что, девочки, вот магия, которую на вас сделали. Мы её... Я её доделаю на перекрёстке для того, чтобы вот эта обратка добежала по определённому адресу. Этот адрес практически, знаете, известен какой. Ну, это был первый вариант. Дальше, мои дорогие, давайте смотреть дальше. Второй вариант. Если вы там несколько загадывали, да, если по одному... Потому я тут тайм-кодов, девочки, писать не буду. Ни до тайм-кодов сейчас. Десятка. Десятка. Вот так вот она выглядит. Тоже перевёрнутая я рисовала пентаграмму для того, чтобы это была обратка. Доделывать я буду это уже на перекрёстке. Так вот, девочки, что такое десятка пика и почему вы её выбрали, да? Это какая-то вот такая вот волна. Я даже, знаете, вот сейчас, когда её только перевернула, а у меня сейчас такая вот энергетика, знаете, вот такой вот ненависти к тем, кто чем-то таким вот занимается против, да, против людей, против вас. И вот у меня аж как икота пошла какая-то. Я немножко икнула, да. И у меня вот это вот как волна. И десятка, она и обозначает волну от чего-то, да. Если первый вариант у нас была девятка пика магии, то это вот последствия. Это может быть болезнь, это может быть пьянство, это какое-то помутнение, рассудка. Ну что, давайте зажгу сейчас от свечи другую свечку и посмотрим, посмотрим, что будет. И будем возвращать эту волну назад. Короче, сразу вам говорю, ставила тут защита на том, кто делал его не так-то легко обнаружить, потому что он ставит себе защиту для того, чтобы его не нашли. Видите, у меня даже по пентаграмме сейчас вот в середину не попадает. Хоть я не специально, но смотрите, да, куда воз капает. Защита, значит, стоит. Это на ком защита? На бесе этом защита или на том, кто делал на вас что-то когда-то? Ну что, девочки, кто с вами? Смотрите, как капает воск. Это просто капец какой-то вот как кровоточит. Вам не кажется? Воск кровоточит. Я вам так скажу. Тут активной именно магии здесь, девочки, не идёт. Это как последствия какие-то. Как будто вы уже отжили. Вот что-то очень страшное уже пережили. Это человек с защитой, либо это с лярвой кто-то может быть. Вот обратите внимание, кто есть с лярвой. Ну, кого я имею в виду? Алкашей, наркоманов. Девочки, кто что видит здесь? Это лярва. По-любому это, знаете, я вам скажу так, вы как будто уже что-то пережили. Что-то даже вот пережили, может быть, даже на своём теле. И причём, почему я вот даже вот это вот как бы механически рисовала. Это как порталы. Я думаю, что к чему эти ворота. А потом думаю, блин, это жлярва шла. Это значит, открытие, это какой-то без девочки. Без какой-то. Я хочу безу. Это верну. То, что на вас лежало, пусть он за это заплатит. Это, девочки, будет не обратка. по этой карте это будет плата. Плата беса за то, что вас трогали. Ну, давай, ты мне расплатишься. Девочки, посмотритесь вот сейчас, как будто в зеркало. Просто как в зеркало. представьте свое изображение там. Пусть все, что вы пережили, пусть за это без заплатит и больше никогда к вам не подходит. Это за прошлое какое-то пережитое. сейчас мы будем вас... я сейчас посмотрю, как я вас отмою здесь. А ты думал, тебе за это платить не придется, то что ты делал. Придется платить. и в полнолуние ты за все заплатишь. заплатишь. Деньгами, жизнью заплатишь за то, что обижал человека. Ни за что обижал. Это я тебе говорю, что ни за что обижал. Это ты считаешь, что за что, я считаю, ни за что. Вот и плати тогда. А я отмываю. Отмываю. Ой. девочки сейчас вам вот буду показывать как я вас отмывали видео не особо видно отмываю ваш портрет деньги забираю здоровье забираю того кто на вас что наводил что плохого вам желал тот кто с лярвой ходит тот кто с ней дружит кто с бесами дружит тот за это все заплатит отмываю своего человека отмывая оттечки откуда вот здесь взялся камушек я от одной свечки брала сейчас огонь и смотрите что посерединке видите что это за камушек откуда он взялся в двух свечках это уже знак отмываю отмываю того кто выбрал эту десятку пиковые от того что без на тебя отдел на шею на голову на тело на руки на ноги пусть этот без за все заплатят здоровьем деньгами дорогами своими почками печенью всем девочки обратите внимание вот как интересно по вашему варианту кто выбрал второй вариант вот смотрите можете даже вот после того как вы знаете до конца свою эту чистку пройдете дам можете посмотреть другие варианты потому что очень много чего интересного да вот в первом варианте сразу карта зажглась да я говорила про магию потому что там реально такая наведенная была у вас девочки получается мне надо было вас от без бесовщины отмыть до не тех которые вам добро например делают и вас защищают а именно от вот таку от какой-то волны понимаете причем это волна снизу вверх шла и она по мне даже шла девочки и посмотрите когда я отмывала вас ваш портрет ваша карта не зажиглась мои дорогие портрет отмытый понимаете я вам скажу так обычно вот так вот отмывается как говорится портрет особенно с пентаграммами и спиками у тех кто сама обладает хорошими экстрасенсорными ведьминскими способностями человек который умеет сам защищаться с которого как с гуся вода тоже сходит сама по себе я вам просто немножко помогла девочки и вот в этом вашем втором случае я не сколько даже с вас что-то сняла сколько без за это заплатит девочки понимаете она то на вас вот это она может до конца и не действовать либо вы все равно как лебедь белая будете становиться на крыло после каждого удара но сейчас за это кое-кто получил счет и он его и оплатит а потом подумает лезть к вам еще раз или не лезть мои дорогие вот такие вот дела а это карта у меня тоже надо будет на перекресток донести а тут вот соль будет девочки вот такой вот ваш был второй вариант я за вас рада если честно вот из двух вариантов что я сделала второй вариант для меня счет просто я знаете аж слышу вот этот вот монетки которые придется отдавать кому-то именно под лярвой это будет без платить и и обратите внимание если вам удастся до понаблюдать за людьми вот у кто сейчас будет потери нести какие-нибудь по-любому в ближайшие дни и после полнолуния где-то три дня будет потеря у того человека кто под бесом и это будет не несколько даже человек терять сколько без будет понимаете без платить за то что вам делал такой вот второй вариант ладно мои дорогие третий кто загадывал третий третий многострадальная карта после двух вариантов шестерка шестерка тоже пентаграмму тут перевернутой рисовала мне идет знаете вот тоже как во первых шестерка это знаете сами да из игральных карт это дорожка но тут не дорожка тут больше какой-то такой пустую пустота какая-то идет пустой туннель это пустота тоска может депрессия какая-то может даже вот болезнь головы давайте посмотрим что у вас здесь девочки сразу говорю что это девочки для полнолуния это что-то и если вас почти посещали суицидальные мысли то это не ваши если вы сейчас вот переживаете какую-нибудь такую вот серьезную болезнь или вот что то вот как со смертью связано это это не ваш это наведено если у вас кто-то смертельно болеет это не ваши если кто-то умер ближайшие 40 дней или умрет ближайшие 40 дней это не ваши это сто процентов наведенная какой-то и смотрите да вот я не специально сейчас беру и смотрите как воск падает да он растекается первым делом по пентаграмме которую я нарисовала видите и не особо хочет даже выходить за эту пентаграмму насколько капая не выходит из пентаграммы пошло и вот вам вот вам этот туннельчик девочки и сейчас мы подождите мне надо будет сливать это все в воду забирай все печаль все неудачу всю тоску все что на этом человеке пусть превращается в этот воск черный у дорогие мои горела и горит смотрите че творится девочки а звук слышали господи боже мой боже на вас порча была все мои дорогие порча была это туннельная какая-то я вам скажу так мне не хочется вас пугать да но это что-то со смертями связано точно было и вы вы все прекрасно видели что сейчас творилось с пентаграммой вы видели вы видели каким этим кружком и и доставала господи прости ну ладно верну я тебе дорогая то что ты делала вот девочки знаете вот реально что-то это 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 какая-то смертельная порча да но со смертью по-любому с каким-то вот вы могли чувствовать это спуте деприс какой-то может еще по-другому как-то проявлялась но вот это вот было связано с некра понимаете и это было сделано на некра и вот сейчас я прекрасно понимаю да что мне не Мне надо сделать вот эту вот чистку с обраткой, девочки. И я понесу её на перекрёсток. Я обычно вот эти вот смертельные обратки не хочу особо на себя брать, да. Но тут такая она чёткая, да. И... Как вам сказать, даже язык не поворачивается просто. Я сделаю это просто на перекрёсток. Но именно для вашего третьего варианта всё-таки, да. У меня, девочки, так. Я не убила ни одно живое существо, да. Про животных я говорю сейчас, не про людей. Но, девочки, тут уже что получится, да. И пусть чёрные возьмут ответственность за это. Пусть чёрт, пусть дьявол за это берёт ответственность, за то, что вам желали. Вот если что-то такое вот приключится где-то с кем-то, да. Имейте в виду, кто это был, девочки. Тут конкретно просто порча насмерть была. Я бы не жалела тех людей, хотя вы, может, будете жалеть кого-то, да. Во-первых, вот в это полнолуние, которое будет, отсчитайте 40 дней. Вот эти вот ближайшие 40 дней у человека, который вам вот это вот делал, то, что было сейчас на пентаграмме. Это пойдёт на него, да. И, не знаю, говорить это онлайн не говорит, девочки. В общем, ждите изменений в ближайшие полгода с тем, кто вам насмерть делал, мои дорогие. Пусть ему это всё возвращается. И даже, знаете, особо не жалейте. Я знаю, что вы жалеете, вы даже врагов своих жалеете, да. Но пусть каждый получает по своим заслугам, правильно. Для этого, как говорится, и существуют и рай, и ад. Всех безгрешных в рай, а грешников чистят в чистилище. Вот пусть там того и чистят, он знал, на что шёл. Ладно, мои дорогие. И четвёртый вариант, последний. А вот это я взяла особенно пикового валета. Для чего я взяла его? Единственную фигуристую карту для этого ритуала. Для того, чтобы её выбрали именно те, которые действительно имеют врагов, девочки. И если вы на неё потянулись, это конкретный ваш враг. Женщина это, мужчина ли, да кто угодно, да. Любое живое существо – это оно. А мы сейчас посмотрим, что на вас-то было. Это больше будет похоже на порчу, мои дорогие. Пусть назад идёт. Иди назад, всё плохое. Иди на этого человека, который будет чёрным козлом сейчас. А с пентой что? Вот обратите внимание, тоже немножко пошёл огонь у вас. Именно на пенте. И он уже задымился уголёк. Нет, возвращай всё, нет. Ешь сам. Это не чёрный маг был. Нет, с чёрной магией это не связано было. Но было. Это человек-враг. И причём я вам скажу, это с эгрегора. И я скажу, что это с христианского эгрегора. Сразу вам говорю, это христианин. Христианинка. Смотрите, что творится. Именно человек горит, не пентаграмма. Ой. Это на вас думали, что вы обладаете этими способностями. Понимаете? Смотрите, что робится. Вы мне, девочки, тут пожар устроите. Ведьмы мои. Девочки, кто выбирал четвёртый вариант? Скажу сразу, это был христианский эгрегор, это была христианинка, либо это был христианин. Это не было с чёрной магией связано, но это был конкретный враг, мои дорогие. И смотрите, как он горел. Всё, ему пошло это. Пошло это говно. Какое говно? Увидите, девочки. Он горел полностью, видите, даже не давал мне затушить эту карту, для того, чтобы ещё что-то осталось. В результате что у нас осталось, мои дорогие? От вашей карты ничего, понимаете? Вот, от вашей карты осталось ничего, осталось только от других. От первого, второго, третьего, от четвёртого ничего не осталось. Зола. Превратили в чёрного козла. Мне аж полегчало после этого всего. Всё, мои дорогие, мне надо будет доделать это всё на перекрёстке. Для того, чтобы вернулась с обраткой тем, кто вам делал больно, кто вам делал плохо. И в это полнолуние мы будем с вами здоровенькими. Всё, мои дорогие, пока-пока. Люблю вас и целую. Берегите себя. Так как я вас берегу.